Здравия всем слушателям подписчикам моего канала с вами Виктор Максименков и в этом видео мы продолжим рассматривать запретные книги а запретные не потому что содержит информацию о настоящем прошлом славян так тогда уж Воланский это польский археолог и коллекционер славянофил филолог любитель он автор гипотез о славянском происхождении этрусков и многих других древних цивилизаций именно поэтому все книги Воланского в 1853 году были внесены в папский индекс запрещенных книг и приговорены к сожжению ну к нашему счастью папская инквизиция не все смогла сжечь и сегодня мы с вами ознакомимся с этим трудом в котором вы поймете в чем же состоит преступление Воланского потому что он посмел все загадки так называемого прошлого изучать с помощью славянских языков его чудо получал ясный конкретный ответ и все эти артефакты он нашел перевел и об этом и сообщил миру за что его и приговорили его книги с сожжению на костре ну как и самого кстати Воланского сейчас мы об этом узнаем предшественником Воланского и Классена можно считать Мавро Арбини из его книга история початия имени славян и расширения народа славянской и царей их и владения многими именами со многими царствами королевствами и провинциями эту книгу мы уже рассматривали в предыдущих видео переходите по ссылкам описании под видео и в конце будут заставки с этими видео где мы рассматривали множество подобных запрещенных книг это чтобы показать современном мире что настоящее прошлое славян в прошлом много раз озвучилась описывалась и при том что например сам же Арбини брал и описывал прошлое славян именно из древних источников это же можно сказать и киевском синопсисе который мы тоже рассматривали предыдущих видео там информация содержащаяся взята из множества летописей прошлого нам сегодня недоступных и даже неизвестных во многом и даже уничтоженных но она содержит истину историю народа славянского изначального народа который на протяжении всех тысячелетий отмечается и в африке и в на ближнем востоке на дальнем востоке и по всей европе по всей ассии является основным народом несущий основную культуру поэтому все загадки так называемого современного мира не могут быть решены без славянского языка о чем мы рассматривали ту же самую скифскую историю лызлова где становится понятно что те же скифы это обычные славяне как и тартары так называемые как и печенеги и подобные товарищи которые в современной историографии считается непонятно кем а на самом деле это были те же самые обычные славяне разные племена народы хотя их основа язык и культура славянская поэтому это все мы изучаем для того чтобы понимать что народ который не знает своего прошлого не имеет будущего именно с этой целью вам и удаляет прошлое переписывать причем сейчас прямо даже на глазах у вас для того чтобы вы не имели будущего чтобы у вас его отнять тем более вы не могли им управлять уж не зная прошлое не ошибок которые были совершены в прошлом вы обречены повторять и обречены на то что вас куда-то кто-то ведет а куда он вас ведет на деградацию самоуничтожение больше никуда именно поэтому нужно знать изучать прошлое для того чтобы не совершать ошибок в настоящем и в тем более в будущем а партнер этого выпуска компания синтезит я например предлагаю вам обратить внимание на компанию синтезит которая выпускает как раз биоактивное железо это не лекарственный препарат это пищевая добавка все ссылки на материал будут в описании переходите ознакомьтесь потому что это уникальная разработка российских ученых которые они используют вновь рожденное железо которое обладает высокими способностями именно по биодоступности то есть человек способен его усвоить и она ведется активно в организме что позволяет достичь максимального результата при минимальных затратах и времени и соответственно технологии опять же них есть свидетельство государственной регистрации где этот продукт прошел одобрение то есть разрешен продажи но не является именно лекарственным средством а является как раз добавка к питанию то есть это здоровое питание фактически опять же те анализы которые были приведены показали что прием синтезита приводит тому что увеличится количество стволовых клеток если говорить например про меня то я тоже ощутил что уменьшились потребности во сне когда принимаешь этот препарат больше у тебя энергии сил то есть иммунитет вы нормально работает это добавка к питанию и она максимально усваивается максимально активно в организме опять же к чему это приводит напоминаю что наши стволовые клетки они участвуют в кровотворении но опять же увеличится количество наших стволовых клеток то есть они помогают восстанавливать организм восстанавливать нашу кровь если вы питаетесь правильно то лекарства мне нужны а если вы питаетесь неправильно то лекарства вам не помогут поэтому обращайте внимание на компанию синтезит все ссылки на материалы в описании под видео а теперь переходим к рассмотрению вопроса по сути так чем же отличие например того же воланского произведений от тех же произведений что мы описывали арбини например киньевского синопсис то скиска истории лызлова где в том что они все свои книги писали на основании древних источников то есть они брали древние источники имеющиеся на тот момент и составляли славянскую историю воланский пошел по другому пути он брал артефакты прошлых цивилизаций которые них не были непонятны не переведены и стал их переводить используя исконные славянские языки вот как это описывается польский профессор который был на тот момент подданным российской империи одним из первых попытался расшифровать не читаемые древние надписи используя в качестве ключа именно древний славянский язык ученый пришел к этому выводу изучая славянские скандинавские руны древние памятники северной африки это русские саркофаги и знаки на кельтских монетах вот что пишет он именно ученые притыкались на эти памятники напрасно трудились до нашего времени разбором их надписи по алфавитам греческому и латинскому потому что таинственный ключ ко всем неразгаданным надписям находится только в славянском первобытном языке то есть и книги как раз тогда уж и валанского славянские древности основана том что написал десятки или сотни даже артефактов которые были разбросаны по всей земле которые находил он знала наука но не могла их перевести он их читал и переводил используя исконные славянские языки что значит исконные но это в первую очередь буквица также это глаголица это то о чем вы сейчас не знаете а изначально это были исконные языки они как раз на них писали славянские народы использовали плюс коруна та же самая в упрощенном виде это те те же руны так называемых скандинаков славян хотя это принципе у них у всех один и тот же самый источник плюс такие понятия как все светная грамота это еще более древние источники даже самая узелковая письменность и те же самые черты и резы вот это слева это как раз календарь которым больше двадцати тысяч лет модель солнечной системы это как раз резы где там не только письменность но математика астрономия астрология ну а справа шигирский идол это так называемые резы там тоже самая модель солнечной системы Там тоже эти самые резы, так называемые, ему больше 10 тысяч лет, и вся эта письменность присутствует, понятно, и она дожила до наших дней, и вы ее в очень обрезанном варианте сейчас используете. Вот почему это нужно знать, понимать истоки этого, понимать, что все это существует, это есть по всему миру, только его можно понять, только используя славянскую культуру. То же самое, так называемые триграммы, которые продолжение этих черт и рез, то есть там, где уже идет вывод из триграмм уже тех букв, которые вы знаете сегодня, в том числе с их числовыми значениями. Поэтому за это и не любят так называемые книги Воланского, которые называются «Письма о славянских древностях», в которых он фактически доказывает, что эти артефакты, их и нужно читать на исконных славянских языках. Книга была издана самим автором на собственные средства в двух частях. Первая часть содержит пять писем с приложениями и 145 иллюстрациями на 12 гравюрах. Вышла еще в 1846 году в гнездах в древнейшем городе Польского королевства. Опять же, поляне, поле, то есть тех, кто живут на равнине, вот и все. Вот откуда такие славянские названия. Вторая часть этой книги составлена уже из семи писем и содержит 88 иллюстраций на 10 гравюрах. Вышла там же в 1847 году. В письмах автора писал монеты, амулеты и другие предметы, найденные автором своих экспедиций по славянским землям, а также изображения древних предметов, полученные от единомышленников. На многих из этих предметов имеются письменные знаки, которые автор определил как славянский. Сами предметы автор отнес до христианского периода славянской истории культуры. То есть все ссылки на эти книги в описании под видео, перейдите, почитайте, посмотрите, потому что информация там просто море. И что писал сам Вайландский, зачем он это делает? Для моей цели достаточно напомнить читателю, что славянский язык был народным, родным от Каспийского моря до Устья-Лабы-Эльбы, от Урала до Атриотического моря. Да и теперь, за исключением немногих остейских провинций, остался на тех местах языком народным. Я подчеркиваю, это он пишет в середине 19 века. А, как далеко простирались древние времена местожительства славян в Африке, пусть докажут славянские надписи на камнях Нумидии, Карфагена и Египта, которые я предложу говорящим археологической публике. То есть он как раз все и перевел в этих книгах, и описал, как он это переводил. И описал, что нечитаемые, оказывается, читаются по-славянски. Вот что сообщает Александр Семенович Иванченко, изучавший рукопись воспоминаний Егора Классена в русском музее Сан-Франциско. Когда труд Воланского в 1947 году вышел в свет в Варшаве, католический примаз Польши, входивший в состав Российской империи, обратился в Святейший Синод России с просьбой и спросить разрешение императора Николая I применить к Воланскому аутодафе на костре из его книг. То есть они предложили собрать книги Воланского, что он выпустил, и на этом костре его сжечь. Ну, добрые люди, что сказать. Ничего не поменялось в тех времен, между прочим. Николай I затребовал все-таки книгу Воланского, вызвав из Москвы для ее экспертизы Классена. Ну, так и удалось, честно говоря, сохранить хоть какие-то экземпляры книги, так она и дошла до наших дней. Иначе бы ее еще тогда просто бы сожгли. Потом император приказал взять потребное количество воной книги под крепкое хранение. Остальные же, дабы не наносить вред духовенству, сжечь. К Воланскому же прикомандировать воинскую команду для содействия ему в экспедициях по собиранию тех каменных надписей и впредь охранять его персоны с возможных заключений. Классен уже велел опубликовать в своем сочинении такие таблицы из книги Воланского, которые бы не вызвали недовольства русской православной церкви, что и Классен сделал со всей предусмотрительностью. Но недовольство со стороны церкви все равно вызвал великое. Как теперь раздражает наших ученых-историков упоминание его имени. Конечно, оно раздражает, оно перечеркивает весь тот бред, который написан на сегодняшний день. И не он один, как вы видите, не один только Классен, Воланский, множество других авторов показывали реальность, а не искаженные то, что вам доносят. Описание памятника, объясняющих славяно-русскую историю, составленное Фадеем Воланским, переведено Егором Классеном. То есть есть и такая книга, перейдите, посмотрите. Ну, как вы поняли, она уже в максимально обрезанном варианте существует. Ну, и что же напутствие же дает нам Тадеуш Воланский из прошлых веков? Разве в Италии, Индии, Персии, даже в Египте нет славянских памятников? Разве древние книги Зараастер? Разве развалины Вавилона, памятники Дария, остатки Парсограда, Персиполиса, покрытые клинописью, не содержат надписи, понятные славянам? Англичане, французы смотрят это как козел на новые ворота, скажем так. Мы, славяне, сможем довести это исследование до конца, только в том случае, если дети и внуки наши захотят пойти по нашим следам. То есть вот для этого мы изучаем именно действительно прошлое, чтобы люди, которые знают славянские языки, которые хотят понять реальное прошлое, захотят пойти по следам прошлых исследователей и откроют для себя много интересного. И так называемая история перестанет быть полна загадками, а станет разгадками, которые сделают новые исследователи, которые знают просто исконные славянские языки и переведут так называемое нечитаемое, хотя все те же этруски, все те же загадочные надписи, это в основном и есть славяне. Вот и весь секрет. Ну и помните, повторение мать учения, переходите по ссылке в описании под видео, потому что новая информация сразу не усваивается, а там огромное количество информации с книгами Воланского, с тех, кто их потом переводил, с другими книгами, которые описывают реальное прошлое славян, те ролики, которые я рассматривал. Переходите, знакомьтесь, информация просто море. Но хотелось бы напомнить, что для того, чтобы выходили следующие видео, нужна ваша информационная поддержка, потому что если вам нравятся эти видео, то чтобы они оставались в информационном поле, нужны, во-первых, ваши положительные комментарии, ваши лайки, подписка на канал и, соответственно, репосты, то есть распространение этой информации в своих группах, в своих друзьях, ну и, соответственно, просмотры. Именно все это позволяет оставаться в информационном поле той информации, которая системе разрушения как бы не нужна. А вот если она нужна людям, то тогда просьба поддержать такую информацию. Именно благодаря этому лайкам, комментариям, положителям эта информация остается, потому что YouTube такие видео обычно лишает монетизации, а в итоге удаляет. То есть люди не получают рекомендации, то есть не видят их в рекомендациях тогда, в итоге эти видео просто удаляются с канала, из-за того, что они YouTube как бы не нужны. Отдельная благодарность тем, кто имеет возможность помочь материально, потому что не только информационная работа важна, но и работа в материальном мире, так как нужно продолжать исследование. Я бы, например, хотел посетить те места, которые открыл, например, тот же великий ханбалык легендарный в России, долину пирамид императоров, но это без вашей поддержки невозможно, если даже хотя бы 10% тех, кто смотрит это видео, это будет интересно. Под каждым видео есть закрепленные комментарии, там есть любые счета, и в рублях, и в долларах, и в гривнах, и в других валютах. Совершенно небольшая сумма может помочь, чтобы невозможное стало возможным. Стали возможны и новые исследования, стали возможны и экспедиции в те районы, которые уже открыты. То есть фантастика стала бы явью, но это возможно только при силе коллектива, когда многим людям это интересно, и не нужно что-то фантастическое. Даже если человек найдет возможность выделить какие-то 10-100 рублей раз в год, найдя информацию на канале полезно, это позволит невозможному стать возможным. И помните, бесплатный сыр, он всегда бывает только в мышеловках. А тот, кто платит, тот и заказывает музыку. Поэтому заказчик и должен быть народ, простой народ, который будет говорить, да, мне интересно развиваться как человек, либо наоборот интересно посетить в первую очередь как раз те места, которые уже открыты. Просто нужно подтверждение, что это действительно так. И помните, что сейчас наступила эпоха волка. А древние говорили, в человеке два волка, злой и добрый. Кого кормишь, на кого обращаешь больше внимания, как в информационном плане, так и в материальном, тот и увеличивается. То есть то, что вы обращаете внимание и во внешнем мире, и в себе, то и будет увеличиваться. Будете обращать очень много внимания на зло, будет увеличиваться количество зла. Будете обращать внимание на добро, как в себе, так и в мире, и будет увеличиваться количество добра. Почему? Наступившая эпоха уже с 13-го года, это как раз время честности и справедливости. Время санитаров леса, то есть людей волевых, волевых, то есть образ волка отсюда возникает. Поэтому время поменялось, энергии поменялись. Не живите на алгоритмах прошлого, а ищите алгоритмы, которые делают вас лучше. И самый главный успех этой жизни, и секрет этого всего успеха, это состоит в том, чтобы найти свое предназначение, а затем реализовать его. Это говорил Генри Форд. Но на самом деле это знали и древние, потому что если каждый человек устремится к цели в жизни, выполняя свое предназначение в соответствии с течением времени жизни, то жизнь его обретет высший духовный смысл. Это заповедь числа Бога. Именно поэтому я на своем сайте и предлагаю людям пройти славянский гороскоп, так как именно он и является основой мудрости древних. Он показывает жизненное предназначение человека, содержит ту гигантскую информацию, которая содержит душа человека, те программы, которые в нем есть, то предназначение на весь срок жизни и плюс множество еще дополнительной информации. То есть без этого это все равно, что блуждать широко закрытыми глазами по миру и натыкаться на препятствия, которые вам совершенно не нужны. То есть тратить свое жизненное время попусту. Всем рекомендую это сделать, потому что это основа вашей жизни. То, что вас заложили и боги, и предки, и высшие силы, и вы сами. Все ссылки на эти материалы, они есть на канале. То есть вот красная стрелка, на главной странице канала есть ссылка, и на сайты, и на все мои социальные сети. Переходите. Там все это есть. А в социальных сетях Народная Академия Наук создана. То есть то место, где люди могут делиться своими находками, показывать интересные материалы, и написать мне напрямую, если там есть необходимость. То же самое есть и в Одноклассниках. А с вами был Виктор Максименко. Жду ваших комментариев. По этому поводу, стоит ли продолжать двигаться в этом направлении. Благодарю всех за внимание. До новых встреч. Продолжение следует...